5 самых больших неприятностей, которые могут вас ожидать при ношении брекетов. На протяжении многих лет существующая культура презентовала нам брекеты как нечто неудобное, неприятное, некомфортное, болезненное. И, соответственно, формировала в нас стереотипическое мышление о том, что ношение брекетов какая-то ужасная, страшная процедура. Я расскажу вам о 5 самых сложных ситуациях, которые могут возникать при ношении брекетов и о том, как с ними нужно бороться. И досмотрев это видео до конца, вы не только поймете, что не так страшен черт, как его молюют, но также я расскажу вам о неочевидных, побочных, положительных эффектах брекетов, которые идут в качестве бонуса в ходе ортенотического лечения. Один из неприятных моментов при ношении брекетов – это застревание пищи между брекетами. Вы наверняка видели у своих знакомых или, может быть, где-то в фильмах, что еда застревает в области брекетов, доставляя определенный дискомфорт. Кстати, поставьте лайк этому видео, если сталкивались с такой ситуацией. Я хочу, чтобы вы знали, что любая слизистая, любая зубочелюстная система адаптируется к новым условиям в течение 7 дней. Поэтому, конечно, сразу после установки брекетов, когда появляются новые условия для полости рта, прием пищи может быть затруднителен, неудобен, некомфортен. Но уже через 7 дней вы и ваша зубочелюстная система научитесь жевать так, что пища не будет застревать между брекетами. Серьезно, через неделю уже пристанет пищу застревать? Такое правило. 7 дней любая адаптация. То есть, через 7 дней автоматически, для этого даже ничего не нужно будет делать. Организм адаптируется, и зубочелюстная система начнет жевать так, чтобы не доставлять какого-либо дискомфорта человеку. Кстати, скоро на канале появится видео, в котором я рассказываю о том, какие смешные ситуации могут возникать при ношении брекетов. Обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы не пропустить это новое видео. На самом деле, здесь есть два основных решения. Первое. Помните одну важную вещь. В течение 7 дней слизистая адаптируется всегда. То есть, гарантированно через 7 дней брекеты перестанут натирать. Но если терпеть сложно, то есть одно важное правило. Необходимо изолировать брекет от слизистой. Что для этого? Для этого можно использовать 3 основных элемента. Первое. Специальный ортодонтический воск. Как правило, ортодонты его дают в комплекте в начале ортодонтического лечения. Второе. Это небольшой кусочек ваты, который может сверху фиксироваться на брекет, чтобы изолировать его от слизистой. И третье. Совсем просто. Если ничего нет под рукой, то жевательная резинка, которой тоже можно заклеить брекет. Такое заклеивание брекета в течение 1 недели приведет к постепенной адаптации слизистой. И проблем уже не возникнет. И делов-то на копейку! Кстати, небольшой лайфхак для вас. Если слизистая действительно натерлась и болит, используйте 2 интересные мази. Первая. Митрагилдента. Вторая. Холесалгель. Смешивайте их один к одному, потому что одна обладает антибактериальным действием, другая противовоспалительным. Наносите на пораженную слизистую 3 раза в день в течение 3 дней. Потом не кушайте и не пейте в течение 15 минут, чтобы мазь оказала свой эффект. И через 3 дня вы будете чувствовать себя значительно лучше. Боль – это ключевой страх, который существует у людей и останавливает их от любого вида лечения, в том числе и от брекета. Здесь важно знать 2 основные вещи. Первая. Современные брекет-системы настолько аккуратно и мягко работают в зубочеростной системе, что фактически не доставляют дискомфорта. Технологически мы дошли до того уровня, что теперь лечение без болезни. Но, безусловно, в рамках начала ортодонтического лечения, в зависимости от индивидуального болевого порога у человека, некоторые могут испытывать неприятные ощущения, некоторые даже достаточно выраженные болезненные ощущения. Но с этим мы тоже умеем бороться. А для того, чтобы облегчить привыкание, есть обезболивающие таблетки, которые очень легко и эффективно компенсируют данные неприятные ощущения. А бывают аллергии на обезболивающие? Ну, обезболивающие, кстати, наверное, бывают, но, как правило, человек знает, очень много альтернативных вариантов. Есть же там обезболивающие, есть противовоспалительные, потом каждый может себе найти необходимое обезболивающее. Но здесь куда более важно, есть ли аллергия на брекеты. Вот что может давать. Ведь аллергия дает чувство жжения в полости рта, поэтому вероятность того, что поставил брекеты, и возникла аллергия, это опасно. Но ни одного случая в научной литературе не описано практическое наличие аллергии на брекеты. Несмотря на то, что теоретически это существует, практически мы никогда с этим не встречались. Ортодонтическая дуга может начать колоть в области щеки. Она может чуть сдвинуться, или может просто удлиниться в результате выравнивания зубов. И здесь настоящая паника у пациента. Доктор плохо обрезал дугу, плохо ее поставил, криво поставил, неправильно поставил и так далее. Спешу вас успокоить. Если колет дуга, это значит процесс выравнивания зубов идет просто идеально. Все отлично. Ведь суть заключается в том, что проволока ставится на кривые зубы. А когда зубы выравниваются, то периметр проволоки увеличивается, и в результате чего она начинает выступать. Вопрос, что с этим делать? Три основных инструмента. Первое. Щипцы для бровей можно взять за центр дуги и немножко ее сдвинуть. Для того, чтобы она сдвинулась от щеки и не так царапала. Если не получается, тогда берем чайную ложку и ручкой этой ложки аккуратно с самого края, где дуга выступает, чуть-чуть пробуем ее сместить. Только аккуратно, не поотрывайте брекеты. Они же не на всю жизнь, поэтому могут отклеиваться. Если не получается, есть третий момент. Берем ватку и прокладываем в ту область щеки, где дуга натирает слизистую. Таким образом, чуть отодвигаем щеку. Через три дня произойдет адаптация слизистой, и вас не будет беспокоить дуга. Почему-то данное явление вызывает абсолютную панику у людей. Хочу вас успокоить. Вообще-то брекеты нужно снять после проведения ортодонтического лечения. Поэтому они должны отклеиваться. Поэтому в этом нет ничего страшного. Кстати, вы должны знать, что мировая ассоциация ортодонтов запрещает использовать клей, мощность которого выше определенного порогового значения. Но при жевании, также при смыкании зубов и даже при глотании в зубочерестной системе возникает колоссальная нагрузка, которая по силе значительно больше той, которая используется для фиксации брекета. Поэтому если какому-то брекету не повезло, он попал в эту зону, но он отклеивается. Это абсолютно нормально. Обращение к ортодонту решает эту проблему очень легко. Не надо экстренно бежать к ортодонту, если вас это не сильно беспокоит. Достаточно просто сообщить в клинику, и на плановом приеме будет проведена коррекция. Поэтому не стоит беспокоиться на этот счет. Расслабьтесь, ортодонтическое лечение должно проходить в атмосфере гармонии и наслаждения. Наслаждайтесь этим периодом.